Всем доброго времени суток! Сегодня обзор очередного набора Сделай сам, который я заказывал в интернет-магазине Бангут. И собирать мы сегодня с вами будем новогоднюю елочку. Праздники уже заканчиваются, остался только старый Новый год, но спасибо нашей почте, до меня эта елочка только-только добралась. Так что будет мне елка не к Новому году, а к старому Новому году. По традиции уже набор пришел в таком вот полиэтиленовом пакете, давайте его распакуем и посмотрим, что у нас внутри и что нам предстоит собирать. Вот такой вот пакет с запчастями и, как я вижу, даже в этот раз с инструкцией. А внутри инструкции наша будущая елка. Не знаю только почему, но почему-то производитель решил сделать елку не зелененькую, а синенькую. Ну, значит у нас с вами будет синенькая елка, а не зеленая красавица. Итак, высота нашей будущей елки Ну, порядка 10 сантиметров, плюс-минус там несколько миллиметров. Основание 4 на 4 сантиметра. Также в комплектке есть вот такой вот чехол на нашу елку из плетстеглаза, ну или из акрила, не знаю, из чего конкретно он вырезан, это мы будем собирать в самом конце. А сейчас давайте посмотрим на инструкцию. В этот раз производитель положил в набор вот такую вот довольно-таки подробную инструкцию. Есть таблица с описанием всех элементов, при этом номиналы элементов также подписаны на самой елке. Так что собирать будет довольно просто. И, как я вижу, есть вот такая вот пошаговая инструкция, где описано, что, зачем и как нам нужно собирать. Судя по принципиальной схеме, деталей здесь не очень много, больше всего, собственно, светодиодов, так что сборка должна быть довольно быстрой. Давайте распакуем пакет с деталями нашей синенькой красавицы и посмотрим, что нам предстоит собирать. Две упаковки резисторов. Судя по табличке, это должны быть одни резисторы на 4,7 кОм, а вторые на 100 кОм. Маркировка не подписана, но у меня есть мультиметр, потом проверим. Некоторое количество транзисторов. Судя по табличке, это должны быть транзисторы S9014. 3, 4, 5, 6 и 7 штук. Я так понимаю, это схема одной половины елки, то есть у нас идет 6 транзисторов на одну половинку и один нам положили в запас. Собственно, вот схема, вот та вот схема, это схема одной вот этой вот половинки нашего будущего зеленого, ну, вернее, синего деревца. 4, 6 конденсаторов, разъем для питания, выключатель с вот такой вот кнопочкой и пакет со светодиодами. Маркировки светодиодов нету. Давайте возьмем мультиметр и попробуем померить. Посмотрим, это все один цвет или китайцы просто в разнобой положили светодиоды разных цветов. Берем мультиметр, включаем его в режим проверки диодов. И давайте попробуем несколько диодов проверить. Длинная ножка у нас анод плюс, короткая катод минус. Так, это у нас... А, видите даже как? Я не знаю, видно вам на камеру или нет. Это не просто одноцветные светодиоды, это вот такие вот переливающиеся светодиоды, которые сами собой меняют цвета и даже не просто меняют цвета, а здесь есть какое-то вот что-то типа мини-программы, то есть они сначала переливаются одним цветом, а потом начинают быстро мигать разными цветами. Интересные светодиоды, интересная реализация, именно вот то, что нужно для гирлянд. Просто включил, и они сами собой мигают. Давайте сразу проверю резисторы, чтобы уже не возвращаться к мультиметру, а просто собирать наш набор. итак, это у нас 4,6 кОм, ну, плюс-минус погрешность исполнения резисторов, 4,65, так что это резисторы на 4,7 кОм, а это должны быть резисторы на 100 Ом. 99,6 кОм, да, это резисторы на 100 Ом. С этим мы разобрались, со светодиодами тоже все понятно. Можно приступать к сборке набора. Деталей немного, сборка, как я уже говорил, не должна занять много времени. Собирать буду сначала одну половинку, потом вторую, а потом будем их объединять друг с другом. Давайте собирать по инструкции от наших производителей китайских. И первым делом они нам предлагают припаять все светодиоды на 100 Ом и на 4,7 кОм. Для этой половинки нам нужно будет 4 резистора на 100 Ом. Достаем 4 резистора и устанавливаем их на плату. 4 резистора по 100 Ом я установил и теперь у нас здесь 3 резистора по 4,7 кОм. Так, все резисторы я на плате установил, теперь можно включать паяльник и припаивать их на свое место. Резисторы я все установил, теперь откусываем выводы. Вот такое вот деревце у нас начинает получаться. Теперь, если верить инструкции, нам нужно установить конденсаторы. Два устанавливаются на лицевой стороне и один на тыльной стороне платы. Конденсаторы электролиты по 47 мкФ. Здесь тоже все просто. Отрицательный вывод, собственно, и подписан и промаркирован. Положительный. отрицательная ножка на конденсаторе у нас тоже промаркирована, так что устанавливаем их на свои места. Вот так вот изгинаем и после этого припаиваем. Конденсаторы у нас установлены. теперь дело за установкой трех транзисторов. На плате, собственно, нарисован корпус транзистора. У нас у них вот такие полукруглые корпуса, поэтому согласно маркировке устанавливаем и припаиваем. и вот такая вот елочка у нас получилась. Теперь осталось установить светодиоды по периметру. Опять же, места установки светодиодов у нас промаркированы. длинная ножка светодиода повторюсь это плюс, короткая это минус. Так что согласно маркировке устанавливаем светодиоды. Устанавливаем их вот так вот не до конца и потом отгибаем на 90 градусов как нам написано в инструкции. То есть светодиоды должны быть установлены вот таким вот образом. Ну а дальше припаиваем и откусываем ножки. и откусываем в инструкции. Вот такая вот елочка у нас с вами получилась, ну вернее половина елочки. Осталось только отмыть плату и потом ее можно будет собрать вместе со второй. Светодиоды я, наверное, потом подровняю. А теперь можно приступать к сборке второй половинки. А пока я буду собирать наши новогодние деревца, предлагаю вам всем подписаться на канал и написать комментарий, что вы вообще думаете о подобных наборах из Китая. Китая Когда собирал вторую половинку, решил, что вот так вот установить в шахматном порядке светодиоды будет более красиво. А то получается, что будто игрушки на елку повесили только с одной стороны. Ну и еще один конденсатор вынес на обратную сторону, будет у нас вместо шарика. Синяя елка, черные шарики, все вполне по фэншую. Теперь нужно собрать одну половинку елки вместе со второй. Для этого они должны вот так вот одеваться друг на друга. Ну и есть одна проблема. Мешает вот этот вот конденсатор. И это не мои художества, а он изначально припаян именно так, как было задумано. Давайте попробуем его как-то отогнуть, что ли. Сейчас я подогну транзисторы, выгну этот конденсатор. Что-то еще мешает собрать две половинки. Что-то за что-то... А, теперь цепляются вот эти вот транзисторы друг за друга. Их тоже чуть-чуть отогнем. И получилась вот такая вот елочка. Для того, чтобы ее собрать, здесь вот есть контактная площадка, в которую нужно что-то припаять, чтобы собрать нашу елку вместе. Я так понимаю, что это, ну, скорее всего, не контакт, просто некое монтажное отверстие. Давайте попробуем воспользоваться остатками от ножек резистора. И сюда аккуратненько их вставлю. Если удастся изогнуть так, как надо. Не знаю, хватит ли одной ножки, ну, потом мы это все припаяем к основанию и, думаю, будет держаться. В конечном итоге здесь еще будет корпус, так что, думаю, все будет нормально. Хватит нам и одной ножки. Теперь нужно сделать верхушку для нашей елки. Здесь вот есть место для еще одного светодиода. Вот такое вот новогоднее деревце у нас с вами получается. Теперь осталось припаять его к основанию и после этого можно будет припаять выключатель и разъем для питания. На основании есть метка плюс-минус. На ножках елки тоже есть метки плюс-минус. Соответственно, два плюса надо совместить с плюсами на основании и два минуса с минусами на основании и припаять это все к основанию. На плате еще остался разъем для подключения батареек, но в данном случае у нас вариант с питанием от USB. Можно, конечно, подключить и батарейку 5-ти вольтовую, ну, до 5 вольт. Давайте попробуем, подадим питание и в первый раз включим нашу елочку. Берем кабель USB. Ну, с одной стороны 3 миллиметра, ну, или вернее даже больше, чем 3 миллиметра, круглый разъем, а с другой стороны производитель поставил стандартный USB, так что подключаем это все к повербанку. И вот наша елочка сразу же начала работать. На мой взгляд, смотрится вполне неплохо. Сейчас я пойду отмою остатки флюса по ихде и приступим к сборке корпуса. КОНЕЦ КОНЕЦ Ну, вот наше новогоднее дерево отмыто, теперь оно чистое и упаковано в надежный корпус, который защитит его не только от пыли, но и от лап, когтей и зубов домашних вредителей. Давайте подключим питание и полюбуемся нашей синенькой новогодней красавицей. Вы знаете, по-моему, корпус это была очень хорошая идея производителя. Я думал, он только защищает от пыли, но на самом деле светодиоды отражаются от стенок и создается иллюзия, что внутри кто-то развесил дополнительные гирлянды. На мой взгляд, это очень красиво. Пишите, понравился ли вам этот набор. Не забывайте ставить лайк, видео, если оно вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал. И всем большое спасибо за просмотр этого видео. Субтитры сделал DimaTorzok